Типовой программой также предусмотрено рассмотрение темы технология проектного обучения. Итак, технология проектного обучения. Метод проектов, он не является принципиально новой мировой практики педагогической мысли. Он возник еще в 1920-е годы, нынешнего, прошлого столетия в США. Его называли одно время методом проблем и связывали с идеей гуманистической направленности, философии образования, разработанной американским философом и педагогом. Джона Дьюи для необходимости преодоления противоречий между личностью и обществом, то есть между тем, что обучающийся хочет делать, и тем, что его заставляют делать. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь его личным интересом и именно в этом знании. Поэтому технологии проектного обучения стимулируют интерес учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, через проектную деятельность предусматривает решение одной либо целого ряда проблем, показывает практическое применение полученных знаний. Или, другими словами, можно сказать, от теории к практике, то есть соединение академических знаний с прагматическими при соблюдении соответствующего баланса на каждом этапе обучения. Перевод проект в переводе с латинского означает самостоятельный поиск пути. Цели проектного обучения – это развитие у школьников исследовательских умений, обеспечить механизмы развития критического мышления ученика, развивать обучающихся умений творчески подходить к способу подачи материала. И, конечно, развитие командного духа, чувства локтя, коммуникабельности, сотрудничества, способствовать повышению личной уверенности и ответственности каждого ученика проектного обучения. Метод проектов привлек также внимание русских педагогов. В начале XX века идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога Шацко в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, которые пытались активно использовать проектные методы в практике преподавания. Поэтому метод проектов – это область дидактики, частных методик, если он используется в рамках определенного предмета. И метод как дидактическая категория – совокупность приемов операций о владении определенной областью практического или теоретического знания той либо иной деятельности. То есть это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым, практическим результатом, оформленным определенным образом. Виды проектирования рассматривают социально-педагогическое проектирование, психолого-педагогическое проектирование и образовательное проектирование, ориентированное на проектирование качества образования и инновационных изменений образовательных систем и институтов. Классификация типа проектов теоретиками выделена, как правило, по продолжительности времени, краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной, по использованию дидактических средств, классические, информационные, коммуникативные, по способу преобладающей деятельности, исследовательские, познавательные, творческие, игровые, практикоориентированные, по количеству участников проекта, индивидуальные, коллективные, парные, групповые и по уровню интеграции, это предметные, межпредметные. Типология форм организации проектной деятельности, то есть виды проектов, информационные, исследовательские, творческие, социальные, игровые, например, по содержанию монопредметные, менопредметные, относящиеся к области знаний и относящиеся к области деятельности. И дидактическая цель, как правило, достигается от ознакомления обучающихся с методами, технологиями проектной деятельности, обеспечения индивидуализации, дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности. Поэтому технология проектной деятельности, как правило, рассматривает именно действия проблемного подхода, поискового подхода, исследовательского подхода, метода учебного проекта, интеграции, рефлексивного подхода, презентационного подхода. И все они между собой взаимосвязаны и определяются групповыми методами. Условия применения метода проектов, конечно, также должны быть учтены специально учителям организованы. То есть это выделение определенной значимой проблемы, затем значимость предполагаемых полученных результатов, применение исследовательских методов при создании проекта и, конечно, структурирование этапов проекта, реализации самостоятельной деятельности, учащихся в ситуации выбора. Поэтому проектная деятельность зависит от личности, то есть от ее индивидуальных особенностей, эмоциональной сферы, от интеллектуальной сферы, от настойчивости, коммуникативности, ответственности, креативности, что в итоге сформируется как личностная проектная деятельность. Структура проекта, как правило, состоит из нескольких частей. Это содержание проектной деятельности, в которую входит замысел, планирование, подготовка, проведение, исследование, оформление и проверка результатов. Функции определенные, как правило, познавательные, рефлексивные, развивающие, воспитывающие. И, конечно, результаты. Это расширение, углубление предметных знаний о структуре проектной деятельности, например, умение выдвигать, обосновить гипотезы, выполнять эксперимент, умение представлять результаты проектной деятельности, эксперимента, докладывать об этих результатах, умение дискутировать. Поэтому создание проблемно-мотивационной среды является достаточно важным. И при проведении урочной деятельности, либо внеклассной деятельности по предмету, с использованием проектного метода, применяются такие средства, как дискуссия, мозговой штурм, ролевые игры, эвристические беседы, круглые столы. Этапы работы над проектом также четко структурируются. Как правило, это поисковый, аналитический, практический, контрольный, презентационный. И виды деятельности по доминирующей деятельности над проектами – это практика ориентированная, работа со словарями, таблицами, газетами и так далее, творческие, игровые, исследовательские. Алгоритм проектной деятельности в творческом проекте, например, – это определение потребностей, исследование существующих объектов, обозначение требований к объекту проектирования, выработка первоначальных идей, анализ идей, выбор одной идеи, планирование ее, реализации, идейное воплощение, затем изготовление определенное и оценка, рефлексия. Особенности исследовательского проекта, как правило, – аргументация актуальности темы, определение научного аппарата, то есть объект, предмет, цели, задачи исследования, подвижение гипотезы, определение методов исследования, конечно, экспериментальное обсуждение, оформление результата, формулировка выводов. Особенности практика ориентированного проекта можно выделить. Это, в первую очередь, конечный результат, как продукт, удовлетворяющий конкретные потребности, и организация координационной работы по корректировке совместных индивидуальных усилий, презентация способов и результатов внедрения в практику, и предусматривается внешняя оценка предмета. Особенности игрового проекта, например, – это постановка проблемы цели проекта, хотя ведущий вид деятельности будет ролевая игра, то есть ученики выполняют определенные роли, обусловленные содержанием проекта. Результат остается открытым до окончания самого проекта, и затем соотносится полученный результат, и с поставленной целью осуществляется рефлексия. И следующие могут быть результаты проектной деятельности. Это сборники иллюстрации, альманахи, сборники собственных творческих работ, выпуск стен газет, киносценариев, различные видео, делы или слайд-фильмы, комментарии к тексту, например, художественные произведения, публикации, буклеты, веб-сайты, создания презентаций. К методу проектов особое внимание в своих работах уделял и Селевко. Ученый рассматривал метод проектов как системообразующий компонент при описании характеристики различных технологий. По мнению Селевко, метод проектов – это вариант технологии проблемного обучения, это комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дающий возможность ребенку проявлять самостоятельность планирования, организации, контроля. Способ группового обучения – компонент методики обучения в школе ФРНЭ, то есть альтернативной технологии свободного труда. Способ организации самостоятельной творческой деятельности учащихся, как технология развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности. Метод саморазвивающего обучения в преподавании основ наук в школе, например, старшей ступени, то есть технологии саморазвития обучения. Поэтому отсутствие у некоторых ученых единого мнения о сущности метода проектов в условиях современного образования объясняется тем, что каждый ученый находит свой подход в обосновании важности, необходимости реализации метода проектов. В практике школы данный метод целесообразно начинать использовать и внедрять сначала во внеклассной и в воспитательной работе по предмету, а затем и метод проектов регулярно использовать при организации учебной деятельности учащихся. Поскольку при проектном методе обучения освоение знаний при обретении умений учащимися осуществляется в процессе выполнения проекта и включением школьников в процессы проектирования, реализации и рефлексии. Таким образом, учебный проект – это самостоятельная, творческая, завершенная работа учащегося, соответствующая его возрастным возможностям и выполнена в соответствии с обобщенным алгоритмом проектирования от идеи до ее воплощения в реальность. Результатом работы является новый продукт, конкретный опыт, конкретные знания, приобретенные самостоятельно. Функции учителя выделяются рефлексивно-деятельностные. Это условия для включения обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, стимулирование успеха каждого ученика и рефлексия. Защита проектов также состоит из определенных этапов. Актуальность проблемы, постановка ее, гипотеза, аргументация выдвигаемой гипотезы, этапы работы над проектом и выводы, ответы на вопросы. Рефлексия предусматривает обязательно информацию о актуальности темы, целевой установке, для кого предназначен будет результат и процесс обучения, этапы работы, трудности, которые возникали, как они преодолевались, и структура работы. Модули по обучению основам проектной деятельности. Это, в первую очередь, ключевые компетентности, разрешение, например, проблем, информационная компетентность, коммуникативная компетентность. И, естественно, проектная деятельность многогранна, эффективна, перспективна и неисчерпаема. Но, тем не менее, проектный метод также имеет и некоторые недостатки. Например, сложно уложиться в рамках одного урока и трудно объективно оценить роль и работу каждого участника группы проекта, если это групповой проект. Спасибо за внимание.